Уважаемый армян, Артанович, мне приятно видеть вас в Беларуси, хотя я уже с вчерашнего дня за вами наблюдаю в средствах массовой информации. Очень широко освещается ваш визит в Беларуси. И я уже вам только что говорил, что в эти дни у нас проходят такие массовые мероприятия, связанные со столетием нашего комсомола. В свое время мне не один год, больше 10 лет пришлось работать в комсомоле. И, как вы правильно сказали, это наша история, от нее никуда не уйти, никуда не деться. Поэтому эти добрые дни, мы в эти дни отмечаем столетие нашего комсомола. И хорошо, что вы приехали в Беларусь. Сегодня-завтра, особенно завтра, у нас основные мероприятия в рамках Мюнхенской группы по вопросам безопасности, вопрос очень важный, очень серьезный. И ваш приезд в Минск и участие в заседаниях этой группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема, это животрепещущая проблема для армянского народа. Нашу позицию в этом плане знаете. Вы должны знать, что, несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей. Мы с вами работаем и в экономическом едином пространстве, стоим в союзе евразийском. Мы с вами работаем в военно-политическом союзе ОДКБ. И как бы там ни говорили, ни писали, мы свято исполняем наши договоренности и все, что положено в рамки этих организаций. Что касается основы наших отношений товарооборота, надо сказать, что он растет. Мы преодолели спад в прошлом году, более 30% прирост. Это где-то 45-50 миллионов долларов. Если сравнивать с тем, что вообще ничего не было несколько лет назад, то это результат. Но если говорить о нашем потенциале, о товарах, которые востребованы у вас, ваши у нас, то, конечно, это не товарооборот. Мы сегодня запросто могли бы иметь 150 миллионов долларов товарооборот, и это значительно подняло бы наши отношения на более высокий уровень. Вы знаете наши возможности, мы знаем ваши возможности, поэтому любые предложения, которые будут выдвинуты Армении, мы рассмотрим в короткие сроки и примем соответствующее решение. Знаю, что вы переживаете очередные демократические перемены, никуда от этого не деться. И, конечно, получить информацию, что называется, из первых уст, от своего друга и коллеги, для меня это очень важно. В свою очередь хочу вас поблагодарить за ту поддержку группы наших журналистов. Я вам звонил в свое время и просил, чтобы вы приняли наших журналистов, чтобы они объективно освещали события в Армении и с места событий в режиме онлайн передавали все то, что происходит в Армении. Мы хотим знать, что происходит в дружественном Армении. Я вам за это очень благодарен. Вы даже интервью дали нашим журналистам, очень широко оно разошлось. В Беларуси, не только в Беларуси, по всему миру, по спутнику нашему телевидению, притом несколько раз мы возвращались к нему. Мы поняли, что происходит в Армении, и это очень важно для нашего народа. Поэтому мы в вашем лице видим того человека, который объективен, реален и готов поддерживать с Беларусью отношения. Мы ответим взаимностью. Спасибо большое. Уважаемый Александр Георгиевич, дорогой друг, во-первых, я бы хотел тоже сам начать с тех драматических дней в апреле и в мае и использовать эту возможность здесь, в прекрасном городе Минске, поблагодарить вас лично за ту поддержку и дружбу, которую вы проявили в те дни. Я никогда и как президент, и как человек не забуду то внимание, которое я получил от вас. Ваши звонки не были просто дипломатические звонки и политические звонки. Это были звонки от друга, которому не просто интересно, которому больно и радостно все вместе взято. Я думаю, человек, друг, который хочет знать и помочь. Я вот их чувствовал так. Это была огромная поддержка для меня вот в эти дни, когда мы переживали большие изменения в этой стране. Но они были с поверхности, если на них смотреть. Все было хорошо, в смысле, все было без эксцессов, все было без драмы. Спасибо Господу Богу, у меня было человеческих жертв, но все равно было нелегко. И вот вашу поддержку я ценю очень-очень высоко. Я хотел, чтобы вы знали об этом. И хочу лично вас поблагодарить за это. Потом, в принципе, да, я приехал сюда на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но, во-первых, это очень приятно, что Минске в городе и в стране, которая является сейчас уникальным. Одно из очень редких, потому что, мне кажется, образ Беларуси сегодня, Александр Генкович, это образ стабильности и предсказуемости. В этом новом мире, в котором мы живем, вот именно этих качеств очень редко нужно увидеть. Мир не только регионный, но и мир стал непредсказуем. Мир стал нестабилен. И те государства, в которых вот эти два качества, они реалии этой жизни, мне кажется, это высоко ценится. Высоко ценится мной, многими друзьями Беларуси, и, в принципе, высоко ценится мировой общественность. Не случайно, что очередная вот такая конференция Мюнхенская, которая является одной из самых престижных конференций в мире. И она происходит здесь, в Минске. Мне действительно не только приятно, но в смысле политической реалии, очень важно, что она проходит именно в Минске. И я должен был приехать сюда, когда получил приглашение от Вольганка Ешингера. Продолжение следует...